Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео я посвящаю ароматам от Сержа Лютанца. Я их обожаю, всей душой, очень люблю. Я так думаю, именно с Сержа Лютанца началась моя стремительная любовь к парфюмерии, особенно к нишевым ароматам. И хочу сказать вам немножечко, это не касается Сержа Лютанца, это касается моего ютуб-канала, как я к этому пришла, потому что это вот такая вот часть истории, часть вот моей истории с Сержем Лютанцем. Где-то год-полтора в районе, ну вот когда я начала свой канал, раньше чуть-чуть, у меня уже был на тот момент два аромата, это был ванильный лес и это был шерги. И я хотела еще какой-то аромат от Лютанца, я, по-моему, фрагранчик учитала, но там такие, знаете, спорные. Спорные отзывы, я на них никогда не ориентировалась и не ориентируюсь, ну и вообще. И мне гугл выдал ссылку на ютуб. Верите, нет, до того момента я вообще не смотрела ютуб, я не знала, что можно записывать видео на ютубе, можно делать обзоры и вообще так, такое вот пространство для творчества, такая площадка существует. И ютуб, и гугл мне выдал Аню Купер, Аню Купер с ее обзорами на Сержа Лютанца. Ну, неделю я просто, я ходила, я смотрела Анины видео, уже там и не Лютанца, и все-все-все ее обзоры, я просто обалдела. Я обалдела от, ну от Ани, от ее подачи, от вот этих вот возможностей. Мне так все понравилось. Потом я уже нашла Вики 3000, потом я уже нашла Катю випенцлбокс, и я поняла, что да, я хочу, хочу тоже записывать видео на ютуб. На тот момент это вот прям было так, знаете, логично, потому что, знаете, у каждого человека в жизни происходит такой момент, когда вроде, ну все есть, да, есть там работа, ты занимаешься творчеством, ну как я, например, писала картины, ну и пишу сейчас, сейчас реже, что-то все время делаешь, что-то происходит, там, семья, ребенок, быт, ну и так далее. А не хватало мне какой-то вот изюминки, ну вот не знаю, вот что-то такого нового мне хотелось. Это не пойти йогой заниматься, это не пойти в спортклуб, это не пойти поплавать, вот что-то совершенно другое. Я нашла это на ютубе, и этому я благодарна Ане Купер. Ань, если ты меня смотришь, вот ты была первая, и Сережа Лютый, Серж Лютенс, благодаря вам двоим я здесь, чему я очень счастлива, это моя такая отдушина, моё такое хобби, которое мне приносит массу удовольствия, удовлетворения и вообще только-только позитивные эмоции. Ань, привет, прям люблю тебя. И давайте начнём про лютена. Вот здесь у меня корзинка. У меня уже собралось такое, достаточное количество ароматов. О каких-то я говорила уже в своих видео, но в первых, первые мои видео, они были все о ароматах Сережа Лютенца. Но они такие смешные, забавные. Хотите, посмотрите, там в самом-самом начале они будут. Там я ещё такая. Ну, короче. Начнём. Первый аромат, который у меня появился от Сережа Лютенца, это Энбуа Ванил. Я пока уберу эту корзинку. Всё-таки пыльно-пыльно. Энбуа Ванил, Ванильный лес. Это уже второй, второй аромат. И вообще у меня такая тенденция делать повторы именно на Сереже Лютенца. Энбуа Ванил обожаю. Обожаю за такую непохожесть на другие ванильные гурманские ароматы. Вообще каждый аромат Лютенца – это история, это какой-то, знаете, порыв души, какой-то, может быть, прожитый один день волшебный. И вот передать вот этот волшебный день к какому-то аромате – это, конечно, бесценно. И сам Сереж Лютенца и Кристофер Шелдрейк, его как бы друг-соратник-парфюмер, они, конечно, справляются с этой задачей просто гениально. Энбуа Ванил для меня, как, наверное, не для многих из вас, аромат летний. Он у меня появился летом. На Новый год мне подарил его муж. И для меня он вот так и остается летним. Хотя я, конечно, понимаю, что он очень круто идет осенью, ранней зимой, вообще зимой, в дождливую какую-то погоду. Он уютный, он успокаивающий, он такой, как сказать, вкусный. Здесь ваниль, здесь какие-то древесные ноты, здесь много-много всего вкусного, много каких-то, знаете, ваниль здесь, если она и есть, то она такая копченая, она такая очень красиво обыгранная, потрясающий аромат. На мне он очень стойкий и очень долгое время многие люди ассоциировали меня именно с этим ароматом, потому что я носила его вот просто летом, все три месяца, постоянно. Я уже от себя его даже не чувствовала, не слышала, не чувствовала ни шлейфа, ничего. Но все мои знакомые так или иначе ассоциировали меня вот с этим ароматом. И долгое время даже подруги не хотели его покупать, потому что он у меня, и вот как бы, ну, это же твой аромат. Ну, что поделать. Сейчас уже многие, конечно, купили. Такой вот аромат, он Боа Ванил, если кто-то не пробовал, если вы любите ванильные ароматы, но устали от таких, знаете, ну, от просто ванили, вам нужно какую-то сложную ваниль, интересную ваниль, пожалуйста, приходите, пробуйте. Serge Lutens, прекрасный, прекрасная ваниль. А следующий аромат, который появился у меня вторым, это Shergi. Shergi, Serge Lutens, Christopher Sheldrake. А для меня он зимний уже. Это зима, это камин, это коньяк, это какие-то, знаете, согревающие напитки. Это много снега, хотя у нас в Сиднее снега нет. Но я могу себе реально, знаете, включить такую красивую картинку, представить, что я вот где-то в каком-то шале, знаете, в горах соснеженном. И вот я в этом аромате сижу, укутанная в плит. Ну, такие вот все вещи, знаете, такая картинка. Картинка идеальной, идеального зимнего вечера потрескивает камин и так далее. Также для меня этот аромат напоминает чем-то моего дедушку. Ну, вообще, у Christopher Sheldrake для Lutens ароматы такие очень ностальгические. Ну, может быть, для меня они такими стали. Они мне много чего напоминают, и именно из детства. Это так приятно, приятно найти вот такие воспоминания в ароматах. А здесь у нас... Что у нас здесь? Ну, здесь у нас ладан, здесь у нас специи. Ой, хорош, 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 хорош. Красивый, наверное, амбра здесь тоже есть. Красивый аромат, теплый, яркий. Даже, я бы сказала, в меру сексуальный. Ну, так, знаете, не вызывающий, такой крикливо сексуальный. Такой, знаете, отстранённый, интеллигентный. Очень классный. Ширги. Следующий аромат. Это прекрасная La Fille de Berlin. Берлинская дева. Я люблю ароматы с розой. И вообще, я в многих обзорах все эти ароматы показывала. Но я вот сейчас решила просто сделать такое видео общее. Общее о лютанцах. Берлинская дева для меня это, ну, потрясающая роза. Потрясающая, очень натуралистичная. Она в то же время такая немножко холодная, отстранённая. А в прохладный период. Но если жарко, если влажно, если даже душно, знаете, вот прям вот всё. Вообще плавится асфальт, плавится воздух. Это будет такая бархатистая, маслянистая, такая прям вот вкуснющая роза, которую я вот как раз и люблю. Очень, очень рекомендую берлинскую деву для всех-всех любителей розовых ароматов. Прекрасный аромат. Очень, очень, очень натуральная роза. Следующий аромат. Datura Noir. Datura, колдовской цветок, ночной, цветёт ночью. Ну и вообще такая, знаете, мне нравится подача, мне нравится название у ароматов. Datura Noir, колдовской цветок. И вот этот цветок, я там гуглила, тоже помню, растёт только ночью, он расцветает. И своим божественным запахом привлекает насекомых, которые слетаются на него и погибают. В общем, такой аромат такой красавицы-убийцы. А здесь тубероза. Тубероза также одна из самых моих любимых нот в парфюмерии наряду с розой. Даже, наверное, туберозу я больше люблю, потому что розовые ароматы, они иногда надоедают. А тубероза мне не надоедает никогда. Здесь она обыграна потрясающе. Она здесь какая-то... Как будто её запекли в какой-то вкусный пирог. Пирог. Не знаю. Вот реально пахнет печеньями с туберозой. Вот у меня какие-то такие ассоциации. Очень такие гурманские, съедобные. Но в то же время с коготками. Оно колючее. Она, она. Тубероза здесь колючая. Тубероза здесь такая хищная, безусловно. Очень хищная. Тубероз бывает хищный. Тубероз бывает сливочный, мягкий. Тубероз бывает такой, знаете, девичный, девичий. Такой вот лёгкой. Вот здесь, если вы ищете, если вы поклонница такой хищной туберозы, которая будет просто давать такой шлейф, которая будет просто зазывать носы, все будут тянуться вот к вам вот в этом аромате, это да, это вам сюда. Да. Это такая хищная, яркая, яростная, мощная тубероза, но вот почему-то еще плюс каким-то аккордам, и здесь, мне кажется, такие вот вкусные печенья, может быть, кокос, может быть, кокос это дает. Ну, как всегда, как всегда, это восторг, это история, это потрясение. Каждый аромат Сержа Лютанца для меня так или иначе это потрясение, это очень такая яркая эмоция. Так, следующий аромат, наверное, самый мой любимый, Шельги, да, Шельги тоже очень люблю нежно, но вот здесь Жодепо воплотилась для меня вот какая-то, знаете, моя сокровенная из детства, воспоминания, самые-самые-самые-самые теплые, самые добрые, самые хорошие, и да, это этот аромат. Вот, это у меня уже заканчивается, ну, как заканчивается, вот, но я очень активно им пользуюсь, особенно если я дома, у меня еще стоит нераспечатанная коробка, так что я все про запас, я покупаю этот аромат, мне он очень нравится, я не представляю, как вот я, он закончится, и у меня его больше не будет. Здесь молочность, здесь гурманика, здесь ваниль, здесь свежая выпечка, свежеспеченный хлеб, ну, все, наверное, знаете эту историю, когда маленький Серж Лютанц ходил в булочную французскую, красиво, ну, хорошая история такая, да, его посылали за хлебом, и он брал вот этот багет хрустящий, еще дымящийся, с этой коркой, такой вот ха, и вот приходил домой и с молоком кушал. Вот это вот, он попытался, вот такая вот у него эмоция была от этого аромата, да, да, я слышу здесь и багет, и хлеб, вот эта свежесть именно, вот только-только, когда вы его достаете из печки, он так пахнет, потрясающий аромат, если, если вы не против пахнуть вот такой вот булочкой, но тут не все так просто, знаете, здесь не вот те вот прям вот вы пахните булкой, нет, здесь сандаловые ноты очень красивые такие, знаете, молоком обыгранные, здесь миндаль немножко есть, но такой сженый чуть-чуть, я слышу, я не знаю, есть ли он в пирамиде, здесь вот опять-таки молоко и вот хлеб, для меня это больше, чем просто аромат вкусной булки, очень классный, попробуйте, попробуйте, если вдруг не пробовали, просто даже не покупать, просто вот как эксперимент, потому что он, он необычный, он необычайный, интересный, странный где-то. Моя новинка, аромат Серж Лютанс, Дент Дулейт, может быть, молочный зуб в переводе, у меня он уже идет, как вы видите, в новом оформлении, есть 50 миллилитров, есть 100 миллилитров, когда, помните, только-только они поменяли дизайн, говорили, что будет только 100 миллилитров, и все мы ахнули, я в том числе, потому что вот эти флаконы на 100 миллилитров, такие же квадраты, они мне не нравятся, мне всегда нравился дизайн флаконов, 50 миллилитров, вот эти вот прямоугольники, очень эстетично, очень просто, очень так, ну, мне хотелось, вот, чтобы были вот именно они. 100 миллилитров, я бы не знаю, даже купила бы я или нет, но, так, об аромате. Аромат Серж Лютен, молочный зуб. Я, конечно, балдею от названий, молочный зуб, ну, для меня это так мило, знаете, у меня сейчас как раз ребенок, ну, вот мы собирали все эти его зубы молочные, ну, это так круто, но ничего общего с зубами, с зубными врачами, с донтистами, со всякими, знаете, там, может быть, пастами и зубными порошками в этом аромате нет. Для меня, по всяком случае. Для меня, когда я первый самый раз его нанесла, он пришел ко мне, я его нанесла, нанесла его намазом. Я, кстати, хочу еще отметить, ароматы Сержа Лютенса звучат абсолютно разно, по-разному, если вы наносите или намазом, или вы распыляете отсюда. Потому что, я уж не знаю, как это удается, совершенно разные открытия. Да, аромат остается тем же, но раскрытие, шлейф, как бы теплота произведения, оно немножко ощущается по-другому, намаз и распылитель. Попробуйте, попробуйте, вы поймете, о чем я говорю. Вот этот аромат мне нравится наносить именно намазом, потому что я потом пробовала его со спреем. Он становится больше такой холодный, легкий, свежий. Мне нравится больше по-другому. Короче, аромат, аромат молочный зуб. Там такая интересная пирамида, там железо, там молоко и гилиантроп. Но мне первые, первые, наверное, полчаса выдал прекрасный миндаль. Я не знаю, вот просто аромат миндаля, такого, знаете, как в лукуме, например, как в волчице, например. Вот что-то такое, миндаль, миндаль, миндаль. И я прям думаю, господи, может быть, там действительно миндаль? Нет, миндаля там нет, но игры кожи, игры моего разума мне его положили. Но потом это все уходит в такой аромат свежести и чистоты, немножко мыльный. Но, как сказал мой муж, очень дорогое мыло. Очень. Бесподобный, бесподобный. А стойкий просто. Знаете, я его нанесла вот буквально на одну руку, потому что первый раз не хочется, знаете, если вдруг аромат вам не понравится, не хочется с ним переворщить и потом почувствовать к нему отвращение. Одного вот этого намаза мне хватило просто на весь вечер, вплоть до того, потом я пошла в душ, легла спать, и все равно чуть-чуть он еще ощущался от моей руки. Бесподобный. Я сколько раз сказала уже слово бесподобный, но так оно и есть. Опять аромат истории необычный, какая-то, вы знаете, эмоция. Я не знаю, о чем думал автор, когда создавал его. Но для меня этот аромат, я ходила и думала, что же это такое, что же это. Очень такое было все знакомое, знаете, какие-то такие отголоски из прошлого. Я поняла, в России, когда мы жили, когда наступала весна, вот только-только она наступала, еще ранее, когда еще лежит снег, вот он только начал таять, и весной начинает пахнуть. Вы знаете, начинает пахнуть весной. Свежестью, какой-то талой немного водой, асфальт такой вот, он становится перемешкой с грязью, и вот с растаявшим снегом дает такой очень интересный сыровато-пыльный запах. Вот это вот что-то такое. Потом я помню, я бежала в школу, упала, разбила коленку себе, и вот этот вот запах такой вот крови. Ну, не знаю, в детстве всем я нюхала кровь свою, мне было интересно. Вот что-то такое у меня вызвали вот эти эмоции такие, от этого аромата. Так интересно, просто вот гениально, по-моему, гениальный автор, этот Кристофер Шелдрейк, он, кстати, парфюмер этого аромата. Попробуйте, попробуйте, если вдруг не пробовали молочный зуб. Хочу еще их новинку попробовать 2018 года, забыл, как называется. Обязательно схожу в магазин, обязательно все понюхаю и буду разнашивать. И также у меня есть две вот таких красивых, таких красивых, маленьких, такой вот атлеванты. Вот такие атлеванты. У нас, оказывается, в Австралии тоже делают атлеванты. Мне моя подруга Вика заказала из Канберы. Женщина сделала два атлеванта. Сержа лютанца. Это волчица и это рахат лукум. Оба аромата миндальных, оба аромата легендарные. Много у них любителей, много у них поклонников. И многие у меня спрашивали мнение на эти ароматы. Вот. Я их носила, составила свое мнение и сейчас вам расскажу. А рахат лукум. Это просто сейчас мой маст хэв. Я бы очень хотела этот аромат. Но я знаю, он, по-моему, сейчас идет уже только в колокольчиках. Колокольчики можно купить. Колокольчики-то вот эти вот красивые такие бутылочки. Их можно купить только в бутике. Сержа лютанца. А мы далеко от него очень живем. Поэтому, как говорится, будем посмотреть, будем ждать. Аромат миндаля. Первые, наверное, ну не знаю, минут 15. Это вот просто марципан. Я обожаю марципаны. Знаете, мы были в Праге. Первый самый раз, когда мы поехали в Прагу. Это был Новый год. И там был рядом такой бутик, где продавали именно вот все с орехами, с миндалем. И там были марципаны разные. Я просто фанат. Там был такой набор из разных животных маленьких. Там были маленькие такие поросятки марципановые. Маленькие фрукты марципановые. Я вот их себе покупала. И вечером, я помню, мы приходили в гостиницу. Я обязательно ела вот этот марципан. И вот он так пах. Он пах прекрасным отдыхом. Это была новогодняя наша такая поездка. Прекрасной поездкой. Прекрасным настроением. Жаждой каких-то новых открытий на следующий день. Вот этот запах марципана у меня всегда ассоциируется с тем периодом таким вот радостным, веселым. Ну, классным, короче. И вот этот аромат рахат лукум об этом для меня. А первые 15 минут это вот именно свежий такой чисто-чистый аромат марципана. В марципанах вот этих изделий. Потом он как будто бы его поджаривают, знаете. Пока он находится на вашей коже, его как будто чуть-чуть поджаривают, подогревают. И знаете, когда миндаль на сковородке, он начинает так просто потрясающе пахнуть, тепло. Уже более так горьковато, более насыщенно. То же самое происходит, когда этот аромат у вас на коже. Ну, на моей коже, по крайней мере. А потом уже к нему, ко всему прибавляется вот такая ликерность. Я посмотрела пирамиду, там, оказывается, вишня. Вот. Наверное, вишня дает вот эту ликерность, вот эту такую сладость. И немножечко такой алкоголь появляется. Но вся картина в целом и в общем просто меня сразила на повал. Я теперь хочу. Хочу рахат лукум очень сильно. Буду искать, может, где-нибудь на ebay, может быть, кто-то продает. И следующий аромат, лув, это волчица. Я давно его пробовала, честно говоря. У нас он, когда еще был здесь в продаже, я постоянно хотела его купить. Я хотела его купить, но потом меня что-то останавливало, я что-то другое покупала. Вот как-то, вы знаете, она меня немножко отталкивала от себя. Вчера я опять его нанесла, ходила с ним весь день и поняла, это, вы знаете, она холодная. Если здесь вот этот миндаль, он разогревается, он вас как-то будоражит, он вас как-то вот подстегивает. Ну, постоянно вы хотите обонять это все, то здесь очень отстраненный, прохладный, безусловно, красивый, потрясающе красивый миндально-розовый аромат. Там еще мускус есть. Вот, видимо, мускус дает немножко такую отстраненную холодность этому аромату. Но, безусловно, он заслуживает внимания. Я не скажу, что я бы вот сейчас увидела бы и купила бы его, наверное, уже нет. Скорее нет, чем, да. Я знаю на ком-то, вот у меня у подруги, подруга Вика, на ней он выдает вообще очень сильно медицинские ноты. Игры кожи, мы все разные, на всех по-разному все звучит. На мне вот звучит волчица холодно, отстраненно, нету в ней никаких ярких порывов для меня. И для меня это всегда минус, к сожалению. Но, это, конечно, шедевр, тем не менее, но не для меня. Вот такой вот у меня получился обзор. Я надеюсь, вам понравилось. Делитесь своими впечатлениями о ароматах Сержа Лютанса. У меня, конечно, в планах еще много-много ароматов от него. Ко мне приедет на Новый год целлофановая ночь с мамой. Приедут еще пару ароматов, но обо всем по порядку. Все буду вам показывать, буду делиться с вами. Все, с вами была Аленка Блог. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok